Всем привет! Мы второй раз собрались, чтобы обсудить ДВХ и всякие темы вокруг, аналитику и прочее. Давайте, собственно, я представлю участников нашей дискуссии, чтобы не удивлялись, кто все эти люди. Значит, начнем с Евгения, который у нас сторожил с прошлого раза. Это человек, который развивает и исследует анкор-моделинг на гринпламе в Яндексе. Жень, расскажи про себя чуть-чуть. Занимался дата-офисом в Яндекс.Го. Яндекс.Го – это такси, едолавка, доставка, маркет, группа компаний, которые в Яндексе, в ЕКОМ. Там есть одно большое централизованное хранилище, скорее как централизованная дата-платформа, потому что команды ДВХ уже разные. Они, соответственно, с помощью этой дата-платформы наносят пользу своим аналитикам и другим пользователям данным. Соответственно, это дата-офис. Набор тулзов, инструментов, которые позволяют ДВХ делать свои прекрасные вещи. Я единоличный, я там команда из 30 человек. Да, конечно. Да все знают, что никто ничего не делает. Все это сделал. Мы все все поняли. Вот, ладно. Второй участник, который формально был в прошлый раз, но на самом деле появился только на последних минутах, это Анатолий, который работал в Авито, в Юните, сейчас работает в Smartly. И, короче, вначале он был достаточно счастливым человеком, потому что он внедрял кавку. Все понимают, зачем нужна кавка, что она должна делать. А потом он стал заниматься дата-платформой, в том, что он же Smartly и так далее. А когда ты начинаешь заниматься дата-платформой, тебе приходится не просто внедрять, а отвечать на вопросы, зачем это нужно и нужно ли это вообще кому-то. И приходится начинать страдать. Вот, собственно, Анатолий. Да, ну ты все правильно сказал. У меня, наверное, больше всего был страгл с тем, что в том же самом Авито, компания с очень хорошей культурой, в том числе инженерной. И я был в целом очень глубоко в технологиях, очень глубоко в технической части платформы и в целом никогда не задавался вопросом, для чего мы все это делаем. Сейчас я, по сути, строю дата-платформу, ну не совсем с нуля, но с близкого к нулю состояния в стартапе, который находится на этапе скейлинга, у которого очень большой быстрый рост и со всех сторон все разваливается. Вот. И нас сейчас только два человека занимаются датой-платформой, скоро будет третий. Ну, в общем, совсем другой подход к этому, потому что люди не понимают, что ты делаешь. И ты в какой-то момент тоже начинаешь не особо понимать, почему мы так в Авито все время делали и зачем это было нужно. И ты начинаешь глубже копаться, и это открывает перед тобой какой-то другой мир совсем. Больше не технических даже челленджей, а экзистенциальных. Да, только философия, без этого никак. Вот. И последний участник нашей тусовки – это Мосс Андерсон, который во ВКонтакте сейчас занимается биометразработкой базы Тарантул, которого вместо себя Александр прислал. Но, надеюсь, он тоже у нас тут поучаствует. Мосс, хочешь что-нибудь про себя сказать? Ну, как минимум, да. Я скажу, что это не ВКонтакте, а VK. То есть это вот бывший Mail.ru групп. Оно сейчас немножко смущает всех. То есть я на самом деле во самом ВКонтакте никогда не работал. В целом, да, я последние 10 лет работаю в Mail.ru групп, он же сейчас ВК. Занимался сначала одним облаком, потом B2B-шным облаком. Сделал S3. Все 10 лет использовал Тарантул. Потом, собственно, разрабатывал Тарантул, архитектурил Тарантул. Сейчас PM.ru Тарантул. В целом, люблю базы данных. Очень люблю очереди. Люблю рассказывать про очереди, про базы, про Тарантул и про очереди на Тарантуле. Кавку тоже люблю. Это очень хорошая очередь. Ну, или почти очередь. Так что, в целом, здесь я скорее в контексте баз данных. Но, тем не менее, тема довольно-таки родственная. Супер. Кстати, на следующей неделе у меня будет интервью с Костей Осиповым в понедельник. Передайте вам привет. Передавай. Хорошо. Так вот, собственно, давайте начнем. В прошлый раз мы обсудили вообще всякую концепцию, хранилище, зачем оно нужно и так далее. И в конце мы вышли в такую тему, как Data Mesh. И, в частности, была упомянута такая вещь, как Data as a Product. И, как мне кажется, эта концепция Data as a Product, она очень интересна и очень важна. Она интересна и очень важна, именно чтобы ответить на вопрос, который в том числе закинул Анатолия. Зачем это все делать? Зачем строить аналитику и прочее? То есть, Евгений, ты мог бы вкратце рассказать, как ты думаешь, что такое Data as a Product? Я могу рассказать, как мы это у себя, во всяком случае, интерпретировали. Мы в свое время прочитали эту статью, две статьи, и сейчас уже книгу, как мы в прошлый раз говорили. И это меня же прям быстро обрастает. Как мы все это применили? Мы попытались... Ну, там много трансформаций. Можно обратиться к самой статье, что там четыре принципа. Вот один из этих принципов, как раз данный как продукт. И данные должны быть интерберабельные, безопасные, адресабл, если источник, наверное, как правильно на рост. В общем, там много критериев. Я считаю, что у каждой компании в этом плане могут быть свои критерии. На нашем этапе бурного роста, это где-то года два назад, хранилище данных было еще в таком зачаточном состоянии, когда какие-то объекты есть, еще тьма объектов от аналитиков. Мы посчитали использование объектов не совсем в чистом виде. Мы просто взяли все логи запросов аналитиков, сделали уникальные пары аналитик и таблиц, которые он использовал в рамках дня. То есть, если он тысячу раз одну таблицу использовал, как в день сочетается. И вот такое соотношение посчитали между прот-объектами и не прот-объектами. Прот-двх-шные и не-двх-шные объекты, которые аналитики сами там варят. И два года назад, два с половиной года назад, это получилось 3%. Только 3% к ДВХ-шным объектам. Соответственно, ДВХ делала что-то, что никому не нужно среди аналитиков. Ну, соответственно, как только мы это посчитали, сразу забили на качество данных. Хотя, конечно, тяжело об этом говорить ДВХ-шнику. Качество данных вычеркнули, всякие проверки вычеркнули. Максимум данных качать, чтобы ДВХ наполнилась информацией, и им начали пользоваться. А как только начнут пользоваться, можем переходить к следующей метрике. Могу про это дальше рассказать. Ну вот, в нашем случае, два года назад, данные как продукт. Первое, что нужно посмотреть, это пользуются своим продуктом или нет. Делаешь ты это в стол буквально, или там вроде чего-то. Или у твоих потребителей, прямые заказчики, входят и используют результат твоей работы. Маш, ты можешь объяснить, кто у вас создает таблицы? Это дата-платформа отвечает за это или аналитики? Это же Яндекс. В Яндекс набирают всех. Любой человек должен пройти 2-3 секции с кодом. Даже менеджер должен секцию с кодом пройти. Соответственно, все умеют разрабатывать, все могут делать. И в целом инструментарий Яндекса позволяет им быстро строить какой-нибудь процесс, поставить его крутиться. Да, просто тогда следующий вопрос, уточняющий. Ты сказал, что вы посчитали количество объектов в ДВХ, которые не используются, и там 97% не используются. Если я аналитик... Соотношение запросов, типа вот вся масса запросов за какое-то уже времени. Обращение, 3% обращения идет в ДВХ, 97% обращения идет к каким-то своим табличкам, где бы они там не лежали. Ага, за пределами ДВХ. За пределами подконтура. Да, то есть, вот смотри, Анатолий, вот мы сейчас как бы идем к теме, почему, ну, зачем это все нужно. Вот смотри, вроде бы очевидно, тема звучит, что data is a product, ну, а как же иначе? А вот у тебя есть идея, как может альтернативно компания жить? Вот компания, может ли компания говорить, нет, нам не нужен data is a product? Что компания может альтернативно хотеть? У меня есть ощущение, как это у нас работает, ну, или в некоторых, давай так, в некоторых компаниях это работает не совсем так. У нас тоже есть идея data mesh, и мы тоже в целом, в общем-то, может быть, повторили, но на другом все-всем скейле путь Яндекса. У нас появились, типа, появились датамарты, появились оунеры этих данных, появился доступ, мы попытались это все продавать как данные. Но если пойти пообщаться с PM-ами, то на самом деле получается, что, ну, та же самая картина. Типа, данные в ДВХ есть, репорты есть, ты можешь к ним обратиться, ты можешь что-то спросить, но кому это надо, это вопрос. И тут даже, наверное, хуже ситуация в Яндексе, потому что 97% тех же самых бизнес-визеров, они могут ходить не в ДВХ, а просто никуда. Да, у них есть vision, у них есть какая-то идея в голове, у них есть команда разработки, если это PM-ы, и они фигачат фичи нон-стоп. Но у них нету идеи остановиться и посмотреть, что вообще происходит, и как нам проанализировать, что делать дальше. И в целом, почему-то это работает. Это нельзя останавливаться. То есть ты в целом, как, опять же, B2B-компания в моем контексте, ты можешь выживать в таком режиме тоже, я не знаю, куда это дальше приводит, но это точно необязательное условие иметь дата-мэш. Как показывает практика, хотя у меня в голове, конечно, это как идеальная картина, которая всем нужна. Нет, смотри, не говори, даже не нужно говорить про дата-мэш, а просто дата-эзо-продукт. Смотри, давай я сейчас просто попробую рассказать альтернативное видение, как оно может быть, если не дата-эзо-продукт. Ты вот подтвердишь, похоже ли это. Потому что смотри, альтернативой дата-эзо-продукт, ну то есть вы меня сейчас не бейте, это чисто про формулировку, может быть, не идеальная, но общая идея. Альтернативой может быть дата-эзо-сервис. То есть есть некоторая группа людей, может быть, децентрализованные условные аналитики, которые сидят и ждут. К ним приходят продукты и говорят, друг, нам нужна вот такая метрика, нам нужен дашборд и нам нужно обсчитать АБТ-эст. Вперед. Соответственно, эти ребята собираются, ходят за одной метрикой, идут в одну базу, за вторую в другую базу, собирают, считают, делают дашборд, показывают, считают АБТ-эст. АБТ-эст, то есть которые обслуживают команды на тему отчетности. Не похоже на то, что у вас происходит? Ну, я бы сказал частично. То есть, да, есть возможность просто сместить обновь на конкретную функцию, например, на аналитику и сказать, занимайтесь этим. Но в нашем случае, например, опять, ладно, в случае какой-то компании возможной, аналитиков может быть мало. Если ты не data-driven, то у тебя соотношение разработчиков к аналитикам не позволяет тебе делать так, как ты описываешь. Оно позволяет это делать для какого-то маленького количества функционала. Но большинство функционала, как бы вопрос о его существовании, вопрос о его развитии принимается в голове тех же самых PM-ов или лидершипа, исходя из их опыта или исходя из gut-filling. Потому что ты не можешь обслуживать там пятью аналитиками 90 инженеров и там 12 PM-ов, 20 PM-ов, не знаю. Ну да, то есть они просто за рамками аналитики. Они вот в смеси всего. Они есть те, которые ходят в даты, как бы пользуются датамешем, есть те, которые пользуются аналитиками, есть те, которые ничем не пользуются. Есть вот этот ком, который еще никто до конца не распутал, который весь сосуществует. Ну да. А смотри, даже если есть данные, как ты можешь принять решение на основании данных без аналитика или без условного человека, который туда посмотрит, или вот как Евгений говорит, влезет туда, зная свое умение разрабатывать. Возможно ли, имея данные, но не имея решение что-то? Возможно, потому что ты, если находишься в стартап-энвайроменте, у тебя нет такого понятия, что только аналитик может решить проблему с данными. Тебе нужно решить задачу, ты идешь и разбираешься, как ее решить. Ага. Ну вот. И, соответственно, приходят люди и разбираются. Ну да, иногда. Да. То есть, смотрите, идея в чем? Идея вот этих вариантов, альтернатив, она в чем заключается? Есть вариант, когда реактивный. То есть, когда кому-то что-то надо, и он разбирается, где это лежит, собирается и делает. Вот эта идея без ДВХ, она вообще не требует, строго говоря, ДВХ. Каждый инженер может сходить, собрать данные, посчитать метки, сделать дашьбок, забыть и выкинуть. Вот. А второй вариант, про который, вот, например, Евгений, вот почему-то его считает стандартом де-факто. Хотя, на самом деле, вот Анатолий выяснил, что во многих... Я тоже считал де-факто, пока я был боито. Да, правильно. Потому что кто-то его продать успел. Да. Такие дела. А альтернативный подход, проактивный, он заключается в том, что сделать среду, где все подготовлено, и все, кто хотят, могут прийти и быстро найти надежные данные в одном месте, быстро построить аналитику, быстро построить метрику, быть уверены в том, что все там чистенько и аккуратно. То есть, вот это, вот этот проактивный подход, это и есть дата из-за продукта. Понимаете разницу, да? При этом, чтобы его сделать, нужно на него, ну, чтобы сделать продукт, что нужно сделать? Нужно, во-первых, его продумать, во-вторых, его продать. Потому что, вот вопрос, вы знаете, что происходит с продуктом, который не вызывает трекшн на рынке? В смысле, если он не вызывает трекшн на рынке, мы даже не знаем про него. Ну, да, нет, мы можем узнать, там начинаются сразу новости, вот знаете, как сейчас, все эти там сокращения, лей-оффы, сокращения, закрытия, у нас куча свободных аналитиков, дата инженеров, нанимайте, кто хочет и так далее. А поясните, пожалуйста, для тех, кто мало в этом понимает, еще раз, про что мы сейчас вот именно говорим? Мы говорим про культуру работы с данными в компании. Что технически сейчас современно, то есть сейчас 22-й год, и сейчас есть куча суперкрутых инструментов для работы с данными. И вот, кстати, мы сейчас к ним перейдем. И технически сейчас любой инженер, на самом деле, если ему нужно построить какую-то аналитику, он может у себя быстро в облаке поднять какую-нибудь фигню, быстро в нее загрузить все, что нужно, терабайты, десятки терабайтов, сотни терабайт, построить нужный график, посмотреть на него, улыбнуться и дальше пойти. Ты тут кусочек пропускаешь, что если компания изначально не дата древа, но у тебя не будет этих сотни терабайт, потому что ты их сначала нужно получить. У меня вопрос, а где он взял эти сотни терабайтов? Ну ладно, у него будет желание собрать сотни терабайт, он соберет пару терабайт, как-нибудь их как-нибудь слепит и добавит к этому пару евристик и получит графики. То есть на самом деле, я в том числе для всех окружающих рассказываю, что на самом деле вот этот путь для куда большего количества компаний актуальный. Это прямо основное место, в котором они живут. Вот может быть у кого-нибудь из участников, из слушателей тоже есть истории, как вы работаете с данными, как вы строите аналитику в вашей компании. То есть вы как работаете? Проактивно или, соответственно, когда надо, тогда и строите отчеты? Ребят, не стесняйтесь, сделайте raise hand и задавайте свой вопрос. Пока ребята думают, у меня такой есть на самом деле еще вопрос, вот опять же, по поводу этих терабайт, еще чего-то. Все-таки какого это размера компании? Вот можешь привести примеры? Или вот Монс, Анатолий, Евгений, вы можете привести примеры, когда компания должна уже об этом задумываться? Об этом это об аналитике для данных. Об аналитике, не знаю, у меня слышал где-то, не помню авторство, что руководство SEO-стартапа должен быть хорошим аналитиком. Если SEO-стартапа не аналитик, ну, где-то на подгорке, но нет аналитического склада ума, этот стартап, он врохнется когда-то. На Vision можно долго выезжать, но, тем не менее, надежность – это аналитический подход. Если говорить про ДВХ или инженеров данных, здесь везде по-разному. Есть хороший критерий, тоже послушал, на конференции аналитиков. Как только у тебя первая аналитика увольняется из-за того, что его достало выкапывать данные непонятно откуда, это уже поздно. Надо было где-то за месяц-два до этого. У меня в целом такой же Vision, то, что начинать быть дата-дрион можно с самого начала. Нету никакой цифры, что после терабайта ты начинаешь смотреть на данные. Ты можешь смотреть даже, когда у тебя один пользователь. Просто это не будет ДВХ, это не будет платформа, это будет какой-то амплитуд и графики, которые он из коробки тебе дает. Но дальше уже все зависит от того, что у тебя за компания. Может, тебе дать платформа никогда не понадобится. Или, может быть, она тебе понадобится на терабайте или на сотню терабайт. Я не знаю, но, наверное, на сотню терабайт, наверное, любой компании понадобится какая-то дата-инфраструктура, и кто-то, кто будет ее сфортить, и кто-то, кто будет принимать решения, исходя на данных. Соответственно, там, скорее всего, аналитики в любом случае будут, и дата-инженеры в любом случае будут. А какой пример, кому не нужна дата-платформа? У тебя может быть B2B-компания, у которой в целом мало данных, и у которой есть 100 клиентов, которые дают каждый там по проценту, даже хуже, 10 клиентов, и каждый из них дает тебе по 10 процентов. Я слышал, что пока все в Excel влезает, можно не строить. Вот, да. То есть у тебя есть просто Customer Success Manager, у тебя есть какой-нибудь Sales чувак, он спрашивает, что тебе нужно, мой большой клиент. И ты делаешь ровно то, что ему нужно. Ну, вот и есть. Собственно так. И вот когда мы заговорили про Success, вот отсюда начинается история, когда может понадобиться вот эта дата из-за продакт, когда это можно продать. Потому что вот эта дата из-за продакт, то есть, смотрите, было время, когда считалось, без ДВХ аналитику строить нельзя. Сейчас ответ. Без ДВХ аналитику строить можно сделать дата-мэш, можно вообще на все наплевать, и как-нибудь собирать. Как-нибудь нужно Excel-либо сделать. Как можно сделать. Я тебе больше скажу. Знаешь, как классно делают? Делают просто Google щит, который ссылается на другие Google щиты, и строят такой граф Google щитов, который кросс-ссылками, там происходит фактически графовая база на Google щитах, которая считает, например, бухгалтера, очень многие так делают, и финансовые бухгалтеры, американские тоже очень любят. Или Excel просто лежат, вот ссылку друг на друга, и вот это все так работает кое-как. Да, может и ужасно звучит, а может и прикольно. Звучит, правда, подобно, я бы сказал. Да, это работает. Так вот, в каких вопросах? Как понять, когда data as a product может быть ценным? Как его в компанию всунуть? Ну, нужно ли в соул? Ответ. Чтобы это сделать, нужна success story. Нужно продемонстрировать всем, как, сделав платформу и подключив каких-то людей, можно на какой-то вопрос, практически бизнесовый вопрос, ответить быстро, красиво и легко. И когда success story появляется, дальше все идет гладенько. Вот, например, как в Avito с ДВХ. Я скажу, в Avito этим в основном другие люди занимались, поэтому там много кто поучаствовал, но и в итоге все просто привыкли, что у нас вот есть тут такая инфраструктура, мы туда можем прийти, там все собрать и быстро все сделаем. И просто это начинается стандартно. Соответственно, когда в компании это нужно первый раз вкручивать, нужно просто попытаться сделать такую демонстрацию. сделать MVP, использование Data as a Product. Мне кажется, ты опять шаг пропустил, потому что, возможно, ты до какого-то более высокого уровня на все это смотришь. Но до success story тебе нужно все это все равно, даже первый кейс продать, потому что под него, скорее всего, нужно будет финансирование, для него нужно будет затрата на разработку, и ты идешь к лидершипу или там ищешь конкретного человека, который там, ну вот Коля приводит Avito, да, например, и мне кажется, по крайней мере, во многом дата направленности Avito была Коля и туда и привнесена. И вот должен быть такой человек, который это все будет пушить, будет заставлять людей делать, или там, например, есть скэнг, в котором все основатели очень data-driven были с самого начала, они заставляли принудительно всех PM-ов отчитываться по перформансу на основе данных. Когда у тебя такие подходы есть, конечно, у тебя это заработает, потому что не может быть по-другому. Да-да-да, изменение культуры. Если культура не data-driven, или культура совсем противоположная, усиленное изменение культуры, она сильно сложнее, чем создать ТВХ или дата-платформу. В компании это больно сложно. Ну, смотрите, вот давайте с другой стороны. Вы просто, ну, если вот рассматривая с этой стороны, ну, знаете, условно говоря, когда будет хорошо, когда вокруг культура разовьется, а когда культура разовьется, мы не знаем, никогда, наверное, будет все ужасно. Я пытаюсь перейти к таким actionable шагам, потому что, поверьте, по Vita или в других компаниях, ну, это не было того, что я пришел, например, и сказал, мужики, ТВХ будут делать, вот так все полетели. Это действительно такая инвестиция, в которой нужно людей убедить. Иногда их нужно, ну, иногда это означает работать по вечерам, иногда это означает немножко для других задачей получить ресурсы и использовать еще для этого, скачать данные какие-то, собрать. Иногда это значит самостоятельно пытаться что-то вот себе туда собрать и просто показать потом демо, как оно может работать, чтобы людям понравилось. То есть, чтобы запустить какой-то процесс, вначале в него нужно вложиться. И это довольно сложно сделать в рабочее время. То есть, нитка, чтобы вы приходите к начальству, вы говорите, вот сейчас будет ТВХ, давайте мне деньги, ресурсы и полгода времени. Все такие, вот, ну, конечно, бери. Нет, это делается в фоне. И самое интересное, самое неприятное, что вот эта инициатива, вы можете это собрать, пытаться что-то построить, и как с любой аналитической задачей, результат аналитического исследования может быть отрицательным. Кто-нибудь сталкивался с такой историей, когда вы пытаетесь продать, что на данных можно построить какую-нибудь модель, которая автоматически будет работать, или можно найти закономерность, или можно найти сегмент клиентов, с которым лучше работать, и у вас не получается. Ты задаешь вопрос людям, которые не аналитики. Ну, ладно. Которые сидят там, дата-инженеры ковыряют свои... Может, кто-то более хочет поделиться. Просто да, вы тоже... То есть, это важный момент, чтобы понимать, что у вас может быть фейл возможен. То есть, можно взять, построить, собрать все чисто, аккуратно, построить графики, отчеты, закономерности и прочее, модель. А модель говорит «нет». И все. А «нет» тяжело продать. На «нет» и сюда «нет». Вот такая вот история. Я бы пока, слушатели, думают, вернулся бы к Excel. Ты, Коль, сказал, что когда у нас есть набор этих Excel, графу, впервые слышу, но звучит клево. Как клево, такой извращенно, но клево. На самом деле, можно на это смотреть, что это уже данный продукт. То есть, вот они данные, это своеобразный продукт. Просто ценность компании и метрики этого продукта, они совершенно другие. Совершенно другие относительно ДВХ. Им не нужна, не знаю, документация, им не нужна возможность это все переподнять, какой-то продакшен, мониторинг, качество. Это все не нужно. Они работают в удобном интерфейсе, они могут это все быстро менять, это как-то контролируемо на их уровне понимания. Это ценность данных как продукта для них в этой компании. И чтобы здесь привнести культуру данных как продукта, только на более высоком уровне, надо работать с этими людьми. Ну, там уже дальше, как ты сам говорил, все это приносит, показывает, что можно по-другому, смогут быть другие ценности. Я с тобой согласен, кроме reliability point. То есть, мне кажется, те же самые финансы используют, опять же, по моему опыту, Excel используют ровно потому, что они ему доверяют, потому что они знают, как эти циферки получились, потому что они сами эти формулы написали, они сами могут глазами проверить и понять, как это все получилось. А здесь у тебя в Tableau из Snowflake приезжает какой-то репорт, которому ты не будешь доверять никогда, потому что ты финансы, и это твое добро, и ты будешь за него отвечать. Да, и делают какие-то левые люди вообще, которые в этом своем SQL непонятно. Что-то там пишут, а что это значит, никто их проверить не может. Готов ворваться, Рустам. Рустам, поделись, пожалуйста. Всем привет. Вот тут вопрос от Николая такой звучал. Как убедить людей, что им нужно ДВХ и вот это все? Я не знаю ответ на этот вопрос, но есть пример такого кейса, когда отчеты ДВХ напрямую влияли на прибыль. Это транзитный оператор, оператор, который от многих операторов гоняет трафик на других операторов, то есть Межнар. И построили отчеты на основе этого трафика и получается аналитик, которая заключает договора по ценам, по тарифам между операторами, она могла видеть, если я прогоню этот трафик через другого оператора, то какая будет прибыль, маржинальность. И она могла в онлайне отслеживать, через какого оператора выгоднее направлять трафик. То есть здесь прямая корреляция с деньгами и, наверное, это как раз тот самый случай, когда можно сказать, что это дата как продукт. Это success story. Это success story, который можно бить по голове людей потом. Можно потом на любые вопросы, зачем вы это делаете, просто ты им приходишь и говоришь, вот смотри, видишь, как получилось, видишь, как здорово, видишь, сколько заработали, видишь, как всем нравится. И, кстати, Евгений, в этом разница между тем, что культура. Ты вот говоришь, что бухгалтера, ну вот типа их нужно прививать к культуре. Им не нужно прививать. Это есть инструмент, он им нравится. И они примут другой инструмент, если он будет лучше с их точки зрения, с их характеристик. А вот продуктовая вещь, что если он как продукт, будет лучше. Но может оказаться, что нужно быть готовым, потому что ты не сможешь предложить ничего лучше, чем то, что у них есть. Особенно на их объеме. Вот я вижу, Сергей руку поднял еще. Добрый день. Про бухгалтеров интересно. Они сами приходят к этому решению, когда у них получается там уже очень много этих Excel-файлов, куча этих автообновлений. Причем у нас там система такая получается, что они выгружают с твоей же программы экспорты в Excel, потом там что-то с ними шаманят, потом все сводят этими WPR-ами, сводными таблицами. В итоге заканчивается тем, что сделайте нам вот такую таблицу. То есть источник данных один, они зачем-то как бы себе усложняют жизнь. Ну да, то есть вот смотрите, речь идет о том, что вот эти сексес-стори, они их не обязательно надо придумывать, их надо иногда просто слышать. Нужно ходить вот так уж развесить и слушать, кто болит, и пытаться к нему подхватить. И вот, собственно, я думаю, в этой теме можно постепенно переходить к вот второй части того, что мы хотели обсудить. Вот смотрите, вот сейчас у нас 22-й год, 2022-й, и сейчас у нас очень много крутых баз. Сталкивался ли кто? И вот как вы считаете, можно ли сказать, что сейчас любую проблему анализа данных, любую проблему дата инжиниринга уже решили, или сейчас есть какие-то кейсы, вы сталкивались с какими-то кейсами, где вы по-прежнему не знаете, какой базой и каким инструментом можно решить. Вот тут пример. Потому что один из лучших кейсов, когда можно ворваться своим, да, так как платформой, это когда, условно говоря, ваши Excel не тянут, а у нас есть инструмент, который тянет. Или ваш Postgres уже не справляется с аналитикой, а мы вам GreenPlan предложим. Мне кажется, что довольно-таки много проблем уже решено. Возможно, просто часть из баз данных, которые сейчас существуют, уже пока еще не получила широкого распространения, и она либо в early adoption stage находится, либо про нее просто... В общем, такие базы могут уже быть, и люди их могут просто не использовать по ряду причин, начиная от того, что они про них не знают, и заканчивая тем, что они им не доверяют. Хотя, скорее всего, есть какие-то проблемы, у которых у меня в моей практике не было проблем, под которые база еще не была изобретена в том или ином виде. Как она на самом деле работает, это уже другой вопрос, но создавалась она, скорее всего, под эту проблему. Евгений, у тебя были случаи, когда ты вот в что-нибудь упирался в существующих базах, и хотел как-то из нее выпрыгнуть? Ну, а тот же контекст Яндекса давляет. Ограничен набор инструментов, которые есть в Яндексе, и он решает любые задачи. Если какую-то задачу он не решает, значит, наверное, у тебя неправильная задача. Ладно, это шутки. Лирика. Если в контексте баз данных, то именно баз данных, мне кажется, неимоверное множество. Там точно можно найти то, что тебе нужно. Здесь смотреть шире, не только СУБД, но и то, что называть сейчас Modern Data Stack, любые тулы вокруг, работа с данными. Там просто какое-то невероятное количество новых инструментов. И там есть проблемы, до которых еще компании не доросли. 5 компаний в мире доросли. Не все компании в мире. И каждая только доросла, да. Ага. Вот, Монс, а ты что думаешь? Какие ты знаешь кейсы, где базы как-то не справляются по какой-то причине? На самом деле, если смотреть на все базы целиком, то нельзя сказать, что их какое-то великое множество. То есть они все сводятся к очень небольшому и ограниченному количеству алгоритмов и хранению на конкретном оборудовании. У нас есть диски. Да, диски бывают крутящиеся, бывают там SSD-шки, бывают SSD-шки, воткнутые погорячее, то есть NVMe-шки. И все. У нас как бы принципиально разных инструментов нет. У нас есть процы, у нас есть память, у нас есть сеть. И каждый инструмент нас ограничивает. То есть вот есть у меня, например, истришное хранилище. В нем лежит там 200 петабайт. Что бы я не хотел с этими петабайтами сделать, ну, предположим, это петабайты кого-то одного, я не могу их прочитать за разумное время, потому что их очень много. То есть просто вычислительные мощности не позволят мне это прочитать. И какую бы я базу данных не придумал, у меня есть фундаментальное ограничение современного мира. У меня нет такого инструмента, который позволит мне прочитать 200 петабайт. Анатолий, мы знаем инструмент, который позволяет прочитать 200 петабайт. За разумное время. Да, я уже сказал то, что на моей практике у меня не было таких кейсов. И я думаю, что... В общем, для меня просто контекст непонятен. Я не сталкивался с системами, в которых надо прочитать 200 петабайт сразу. Да, ну что, мгновенно? Возможно, возможно, это может быть какой-то кейс. Я просто не знаю про него ничего. У нас просто получается, мы, понятное дело, не будем все 200 петабайт читать куда-то в одно место. Мы придем, сначала прочитаем локально. То есть мы должны локально эти данные обработать, для того, чтобы по сети передавать меньше. Там мы упремся в производительность либо дисков, если мы просто как-то там фильтруем эти данные, либо мы упремся в производительность процов, которые стоят на этих машинах, потому что они не смогут молотить больше. То есть если говорить про современные ограничения, то они нас вот сдерживают в пропускной способности. Давайте мы вот это ограничение пытаемся приземлить на практические задачи. Вот какая практическая задача? Ее сейчас вот в текущих, текущими инструментами нужно стараться, чтобы решить. У меня есть такая задача. Я быстро ворвусь. Короче, совсем недавно нужно было удалить не терабайт, но полтерабайта, и это оказалось тоже очень сложным, чтобы, как вот говорит Монс, не приложить сеть, не приложить весь кластер. Вот, и мы там изощрялись. А откуда? Всякие алгоритмы. Это не 2х-системы явно. Да, да. С Ходупа, да? Ну да. Нет, с Фосгресса есть. А, с Фосгресса? А, ну, кстати. Ну да, там обычные алгоритмы системы. Я понял. Это, кстати, хорошо делать с рекреатингом, когда ты просто делаешь копию с половиной данных и друг. Мы так и сделали, да. Совершенно правильно. И на триггерах там еще. А еще это ИТ, как он называет. Там можно почитать и 200 петабайтов, и больше. Ну, да. Кто-кто? Яндекс. Яндекс. Я, честно говоря, не знаю, как это обрету. ИТ. Яндекс.Датабейс. Я просто 200 петабайтов прочитать или нет, там же вопрос еще, насколько это все скейлиться можно. Но если это горизонтально расскейлить можно как угодно, то можно читать любое количество петабайтов. Да, да, да. ИТ как раз и создавался. Создавался как замена Hadoop, потому что Hadoop не мог на таких объемах работать. То есть, условно, опять, теоретически, не знаю абсолютно контекста и, скорее всего, ошибаюсь. Если база разделена процессингом и сториджем и процессинг-плеер можно бесконечно масштабировать, что любой Snowflake или там Firebase умеет, то ты можешь и больше процессить. Просто, наверное, они будут как-то связаны, и ты не можешь их проделить по этому кейсу такой. Я не знаю. Николай вопрос. Давайте Николай сейчас спросит. А у меня не вопрос. Это у меня ответ. Ты задал вопрос, с какими задачами не справляются, значит, примерно. Задачи, которые не справляются в современной СУБД. Вот насколько я знаю, вот в науке как бы очень много задач, которые с СУБД не справляются. То есть наши СУБД, они заточены под параллельность выполнения некоторых запросов, а вот в научных исследованиях всякие ускорители частиц и тому подобное. То есть там очень много. Вот сохранение и обсчет каких-нибудь результатов ускорителя от дронного коллайдера. Там у них Hadoop стоит и пишет в диске. И там очень много проблем и далеко не все, если ты вот туда вникнешь немножко, то есть посмотришь их доклад, там далеко не все проблемы решены и очень многие результаты там научные упираются как раз в то, что нет инструментов, которые позволили бы там это обсчитывать. То есть там смысл в том, что у тебя внутри датасета очень много связей между каждой, грубо говоря, строкой, каждой ячейкой и при изменении одной там, ну то есть все остальные тоже должны пересчитываться. И вот эти вот юзкейсы, они очень плохо ложатся на те хранилища и те базы данных, которые есть, ну скажем так, сейчас. Плюс там, ну понятно, там количество гипотез и количество вот тех штук, которые они хотят просчитывать, а оно огромное. И соответственно, вот тут вот эти задачи, они очень плохо решаются современными СУБД. Ну, тут можно так сказать, да, бывают уникальные задачи. Просто вопрос, если она у нее, ну давайте мы сейчас попытаемся найти вещь, которая для большого аудитории актуальна. Для большого количества компаний может быть актуальна, потому что поищем такие задачи, где сейчас есть проблемы. Рустам. вот на вопрос, ну, например, когда СУБД затруднялись они с удалением данных из СУБД, здесь, видимо, есть проблема в проектировании. То есть, допустим, если были бы партиции, то они могли бы сделать alter table, truncate partition, там или drop partition. Ну, возможно, это проблема проектирования. То есть, да, удаление, это оно сложное, так как там идет, пишутся логи, там, ряду, анду, вот такие вещи. То есть, СУБД позволяет еще делать как бы такие необратимые вещи, как truncate, drop, и они проходят очень быстро. Ну, можно, можно решить проблему. Вот, давайте я расскажу одну проблему, которая, насколько я знаю, у большого количества компаний актуальна. То есть, смотрите, вот, когда мы говорим про аналитику, а как можно делать аналитику? Можно взять, опять же, если видели мы вторую статью на Medium, можно взять просто все данные, 10 петабайт, свалить себе в S3, в JSON, и поверх кидать запросы, получать аналитический ответ. А минус, данные будут отставать. То есть, если вы строите ДВХ, если вы строите платформу, вам нужно строить ETL, вам нужно взять эти данные, вам нужно их к себе как-то загрузить, иногда трансформировать, иногда разложить в Encore Modeling или в Data Vault и поверх уже построить отчет. И вот каждый этот шаг, он занимает какое-то время. Это может быть минута, может быть 5 минут, может быть час. Но так все эти шаги трансформации, они складываются. И в результате, когда у вас рисуются красивые отчетки, он у вас отстает от реальности на часы, на сутки, иногда на недели. Соответственно, вопрос, когда приходят люди, говорят, я вот сейчас отправил сообщение, я хочу, чтобы у меня на этом графике вот этот столбик увеличился на единичку. Почему он не увеличился? Я прямо сейчас отправил, я хочу, чтобы он мгновенно изменился. Вот задача реал-тайм-аналитики. Кто-нибудь сталкивался с, когда люди хотят реал-тайм-аналитику и вот как ее сделать? У Монса ответ есть уже. Ну да, можно сказать, случайно попали, потому что конкретно вообще не сплошные случайности. Да, Тарантул как раз заходит в историю, то есть вот на всех выступлениях мы всегда говорим, Тарантул это не про аналитику, потому что аналитика это колоночное хранение, петабайты хранилища и вообще, где вы видели петабайт памяти. Тарантул это in-memory, в общем, мы в нем храним то, что очень горячее, но на нем очень хорошо строится вот та самая реал-таймовая аналитика. То есть когда, то есть в чем разница? То есть у нас есть аналитика, когда мы не знаем, какой мы запрос будем делать, то есть вот вон толпа данных, делай какие хочешь запросы. Да, есть аналитика, которую мы знаем, то есть вот мы знаем, что мы хотим считать вот это и вот это и вот это. И вот здесь транзакционные системы, которые могут давать миллион РПС ядра, сам аналитический датасет, он небольшой, ну, как бы мы все обсчитали, там у нас хранится, не знаю, несколько гигабайт результатов на каждого пользователя и все. и тарантул это довольно часто используемая для этого система. По крайней мере, вот насколько мне известно, в нашем ритейле, в нашем e-com. У нас была, по-моему, в Авито не реал-тайм система на основе Кавки и Кликхауса, которая могла делать, ну, не совсем реал-тайм, счетчики различные, но, по крайней мере, близко быть к этому. Ну, и в целом ты можешь даже извращаясь совсем построить на Кавке какие-то репорты, если тебе надо совсем быстро и совсем реал-тайм. Но я думаю, что тарантул в этом случае лучше как раз подойдет. Да, а кто строил быструю аналитику на тарантуле, на редисах, например? У них фишка, то есть вот фишка in-memory, возможность очень много писать и очень много читать, потому что запись идет линейная, а чтение идет из памяти. То есть вот, собственно, в этом их возможность. Они могут просасывать весь поток данных через себя и простенькими какими-нибудь триггерами что-то там насчитывать. Я, например, знаю, что подобный же подход используется в каком-то из решений на фаерволах. То есть нужно анализировать трафик для того, чтобы что-нибудь включать, выключать, динамическое управление правилами тоже, в общем-то, удобно. Да, есть такая история. По поводу, кстати, фаерштук, фаерболт еще может решить такую проблему. Опять же, если мы говорим не про реал-тайм, а про там 30-секундный лаг, например, то, по крайней мере, они клеймят, что они поддерживают такую не реал-тайм аналитику. Фаерболт это, по сути, конкурент сноуфлейка, которому два или три года я не знаю. Я, честно говоря, мало знаю аналитику. Сто раз быстрее клеймят, что работают. А то, что реально нужна реал-тайм или не реал-тайм аналитика? Проще спросить, вот увидишь, ты этот столбик плюс один, плюс два, что ты будешь делать? Какие решения ты будешь принимать за вот эти вот минуты, 30 секунд? Женя, а я тебе расскажу как это. Ты с этим не сталкиваешься, потому что ты общаешься с аналитиками, с внутренними аналитиками, которые устроят внутреннюю отхок-отчетность. А тут речь идет про отчетность для внешних людей. Когда у твоей компании, вот представьте ситуацию, у твоей компании есть 100 тысяч клиентов. И каждый клиент вдруг хочет зайти и увидеть график по расходу его рекламных средств, по доставке его товаров, по отправке его сообщений 100 тысяч. И каждый хочет увидеть аналитические данные. И он не поймет, если там не будет действия, которое произошло минуту назад. Понимаете? То есть реал-тайм продукта. Да, это называется customer analytics. Это элементы такой штуки, как CDP. У нас, например, все это сейчас работает под цитусом. У нас есть requirement, что фидбэк-клуб для кастомера по поводу того, когда он разместил компанию и изменения в его бюджете должен быть не более одной секунды. Вот даже бороде, который показывает customer analytics, потому что иначе customer начнет переживать. А еще, мне кажется, клиентом этой аналитики может быть не человек, а другая система, которая... алгоритм, что-то делает еще. Алгоритм, который пользователю пустит пулю в лоб за превышение рейт-лимитов. Или заблочит его аккаунт за расход, за попытку вывести деньги или какой-нибудь еще дрейн сделать. Вот. А теперь смотрите, очень простой вопрос. Вот представьте, у вас клиент, он хочет видеть аналитику по поведению своего банковского счета. У него есть вот эта реал-тайм-аналитика на тарантуле. А теперь, внимание, вопрос, можем ли мы от этого же тарантула ждать, что он построит ему аналитику за все годы работы с банком? Нет. Для этого как раз мы храним оперативное в оперативной памяти, а архивное мы должны хранить в каком-нибудь архивном хранилище. То есть, вот для такой аналитики, во-первых, она редкая, она непредсказуемая. То есть, если обращение за последними данными мы предсказываем с высокой вероятностью, то есть большинству это нужно, или там это показывается на главном экране, то когда мы говорим про вот человек смотрел, смотрел и решил кликнуть, он будет такой, условно говоря, один. И мы можем этот один его запрос в единицу времени, не знаю, в минуту пропустить в аналитическую систему и спокойно там из условного кликхауса достать ему эти данные. У нас, кстати, довольно частый запрос, то есть люди говорят, а можно нам вот данные из вот этого вашего тарантула еще и куда-нибудь реплицировать в что-нибудь долгохранящее, там в кликхаус, в постгресс или в какую-нибудь еще аналитическую систему. То есть, и вот у них есть оперативная аналитика в тарантуле и что-то вот длинное, где они могут покрутить запросы, то есть своими аналитиками или вот чем-то низкочастотным в других системах. То есть, вся система в целом это получается такая как раз своего рода гибридная база данных. Вот смотрите, теперь Коля должен вырываться с Юнистаром. Не, ну, понятное дело, что я дискуссию веду примерно куда надо. Вы говорите, ребята, извините, но обдеваться-то некуда. Мир-то очень узок, мы не можем обойти эту тему, потому что мы сейчас вот пришли к пониманию лямбда-архитектуры. То есть, что такое лямбда-архитектура? Это то, что сейчас приходится делать. Сейчас, если хотят аналитику за сложную, за большое время, при этом с реалтаймом, ее собирают из двух кусков. Есть исторический кусок, это классическая колоночная база, типа вот гринплана, как у Евгения Сноу, плейка, как у меня, или у Анатолия, или Крикхаус, как у Монса. И вторая часть, это реалтайм, быстрый контур, или на Редисе, или на Кавкан, на агрегирующем, или на что-нибудь. И фактически любой запрос, его нужно уметь собирать из двух половинок. Из исторического запроса, из реалтайм агрегативного запроса. И вот это как раз реально проблема сейчас. Потому что, представьте, бизнес хочет аналитику. И представьте, что бизнесу, для того, чтобы считать аналитику, ему нужно не одну базу, а две базы. Причем крутые, дорогие, сложные, под каждого специалистов надо нанять. И чтобы описать расчет метрики, ему нужно писать на двух языках. Потому что для аналитической базы нужно писать на SQL, а для условий на Тарантов нужно писать, например, на Лоа, типа Велком. Как бы ты любишь SQL, еще люби Лоа. Вот я поэтому с самого начала сказал, что базы под все уже есть, просто сомнительно, как они работают. Потому что то, что ты описываешь, решается и Snowflake, и Firebolt, и Single Store. То есть базы уже есть под это. Да, вот проблема в том, смотрите, есть базы для того, чтобы решить каждую из конкретных граней. Но сейчас вот проблема возникает у многих компаний, когда им нужно не отдельную грань решать, а когда им нужно решить обе грани, чтобы у них была и история, аналитические запросы, и Realtime. и вот сейчас на эту тему, например, стали появляться такие базы, как базы так называемой гибридной модели. Базы, которые внутри одного инструмента совмещают колоночное хранение, которое хорошо для длинных аналитических запросов, и там же они совмещают строчное хранение, ну, типа как в Postgres, куда можно быстро кидать строчки и быстро считать не Realtime-агрегаты. Вот сталкивался ли кто-нибудь с такими вещами? Ну, вы как бы, как вам эта идея гибридной базы? Да, сталкивались, и мы сейчас даже идем в сторону Proof of Concept такой штуки, чтобы заменить наш Cytos плюс Snowflake одной какой-то системой. Я бы сказал, что я бы их уже начал называть платформами, а не базами, потому что там разные сториджи, разные вообще мозги у этих частей, они как-то вместе потом связаны. То есть то, что ты описываешь, ты можешь построить это сам, либо ты можешь купить платформенное решение, которое говорит, что оно база, и оно умеет и то, и другое, и еще типа Spark джабы запускать, и типа Lineage делать, и вообще все на свете. Но это все-таки уже не база, это много-много компонентов, которые у тебя просто скрыты за какой-то там SaaS штукой. Какого вы тестите? Мы сейчас будем идти в Snowflake превью гибридных таблиц. Я понял. Вот, Евгений Монс, может вы про такие слушали? Вот и движение в сторону гибридных баз, где колоночно-строчная совмещена. Ну, прям вот активно нет. То есть, их не видно. Я могу сказать, кстати, в чате пишут, Greenplum, Greenplum не выдерживает, потому что Greenplum не выдерживает LTP-нагрузку совсем. Он не выдерживает, да, он умрет под LTP-нагрузкой. То есть, просто представьте, ты там тысячи, тысячи, десятки тысяч запросов в секунду, он просто умрет. В Яндексе на самом деле есть такой инструмент, это все тот же IT. IT позволяет работать как с колоночными таблицами, пускай там AppReduce, есть Spark over IT, и так далее. Там же есть так называемые DIN-таблицы, это внутренние терминологии, но эти DIN-таблицы, они позволяют работать с собой, как с KeyValue, выдерживающие неплохую LTP-нагрузку. То есть, да, в Яндексе к этому когда-то пришли, сейчас мир уже начинает туда тоже подтягиваться. Мы в Мони-чате, у нас сейчас платформа собрана, называется MoneyLand, на ней сейчас первый прот-функционал уже поедет, там реал-тайм-контур он на Redis сделан, а исторический контур он сделан на Snowflake. Ну и там единым JSON все описывается, ну вот смотрим, тоже смотрим, как пойдет. Но сейчас реально я слышу упоминания, вот упомянут Apache Ignite, что он такой, ну обещают, знаете, обещать не значит жениться, а очень много кто что обещает, вопрос, кто сделает. Snowflake, он тоже обещает свои гибридные таблицы, а мы еще посмотрим, как они работать будут. Да, это тоже надо еще проверить. Но я так понял из кейса Евгения, что все-таки такие базы уже некоторое время существуют, и сам эта идея провалидирована. Правильнее может быть. Скорее платформа правильнее говорить, потому что там разные движки. Да, я имею в виду для конечного юзера в итоге ты получаешь интерфейс доступа. Я вот слышал про кастомный билд сарханы, который для Paypal собирали, который на своем железе очень сложный, очень тюнингованный, который просто единая база in-memory, куда все записи, которые летят, они сразу дублируются в два сторожа, колоночная и срочная. И у LTP нагрузка идет через срочная, а она аналитически идет через колоночную. Это база, которая она в себе совмещает и у LTP задачи, и аналитические. Ну, это такой хендмейт для любимого клиента за огромные деньги. То есть, каждый человек такой себе купить не может. Вот. Такая вот история. Ну, в целом, вот у нас Тарантул изначально это было как такое in-memory хранилище, его называли база данных и сервер приложений, но вот он развился в сторону. То есть, при помощи своего сервера приложения он развил в себе CDC, который позволяет за счет чтения репликационных логов, то есть, по сути, это база данных, построенная на журнале, то есть, у него вся репликация на журнале, соответственно, на чтении и обработке этого журнала и репликации его в другие источники, то есть, мы можем использовать его как primary хранилище, которое в себя принимает, условно говоря, весь удар, а дальше оно развозит эти данные, причем с довольно низким лагом, в другие хранилища, то есть, в колоночные можно и побатчить, потому что колоночная не вывезет, например, такой же РПС, можно продублировать еще какие-то системы, можно переливать через Kafka в какие-нибудь третьи системы, можно через Kafka вытаскивать из других систем сюда, то есть, создавать такие высоконагруженные витрины тоже, в общем, то есть, Tarantul сейчас называется InMemory платформой, и вот основная платформенная фишка это каналы в одну сторону и каналы в другую, У нас там хороший вопрос задает Коля Яичиков по поводу того, сколько в CDC у вас получается лаг репликации? Зависит от destination. То есть, в целом, лаг репликации самого Tarantula, если мы говорим, что хосты рядом, составляет менее 1 миллисекунды. А дальше уже зависит от того, насколько, собственно, принимающая сторона способна это запроцессить. То есть, если принимающая сторона, не знаю, поставим туда условный редис, в общем, будет 1 миллисекунда. Если там условный гринплан, то там как бач накопится, как сбросится, и будет там секунда, 2 секунды, где-то вот так. и вот мы снова упираемся в целевую базу. Вот. То есть, как видите, вот сейчас я просто... Ну вот, мы все попытались вот, собственно, проиллюстрировать, что вроде бы как есть куча крутых баз, но по-прежнему есть задачи, которые вот как бы можно решить, но вот типа садись и решай. И вот проходит у тебя год, другой, третий, а ты ее как бы не решил. В принципе, кубики для решения есть, но как их вместе поженить, вообще как бы не очень понятно. Вот. Но я думаю, что как раз все-таки все это двигается к решению, просто это решение будет не база данных, а как вот мы уже несколько раз сказали, это будет платформа, которая будет по поведению похожа на базу данных, но будет предоставлять тебе и то, и другое. И в целом такие уже штуки есть. Насколько они типа продакшн-ради, насколько они работают так, как они описывают себя, я думаю, мало кто успел потестить на самом деле вживую. Но я думаю, что это вопрос времени, пока они будут на самом деле в таком состоянии. То есть я бы сказал, что это решенная почти проблема. Ну почти. Так, у нас Рустем был, но он, по-моему, отвалился, поэтому Николай. Я хотел еще вот про CDC у гонца спросить. Я вот сейчас глянул документацию, верно я понял, что Тарантул выступает как бы клиентом, который отслеживает изменения данных в других источниках. А когда на Тарантуле меняются данные, как там одна миллисекунда получается, если ты говоришь, что это на диск пишется? Диск – это линейный лог. Так, а забирается оттуда как? Собственно, есть процесс подключения, то есть вот как собственно сама репликация работает. То есть вот у нас есть один процесс, то есть он принимает в себя запрос, он его пишет в диск, плюс в этом же процессе в отдельном трейде есть релей, который может отдавать эти изменения тому, кто к нему подключился. То есть это репликационный релей. То есть если мы берем наш модуль CDC и подключаем к релею, он выглядит для самого процесса базы как реплика, в которую он отдает эти изменения. Но это получается ин-мемори все эти штуки делать, Конечно. А если приемник недоступен? Если приемник недоступен, то конкретный релей будет стоять на логе и ждать, пока приемник не появится. На логе, в смысле на вале? Да, на той позиции вала, на которой он остановился. Почти как в кавке. Хорошо, вот Рустам снова появился. Возможно, это уже, наверное, будет вопрос для следующей встречи. Не обсудили, а как же эти данные загружать в хранилище? То есть ETL, ELT. Сегмент плюс кавка плюс airbyte. Да, то есть смотрите, вот почему мы это не обсудили. Условно говоря, Анатолий, ты ощущаешь сейчас какие-нибудь проблемы с загрузкой данных хранилищ? Я ощущаю, что это довольно-таки много кейсов, под которые нужно использовать много разных инструментов, и тебе это надо все поедино связать и сделать удобным для пользователя. я соглашусь сейчас столько инструментов, то, что Modern Data Stack называют, склеить это все, как будто играешься в лего, но не получаешь удовольствия от собрания кубиков, как будто босиком ходишь по лего, такие ощущения скорее. Вот у нас лично, то есть у нас это был один инструмент, инструмент информатика, и как бы все можно было там увидеть, зайдя в монитор, состояние там всех загрузок, но опять-таки тоже зависит от того, насколько много логики в процессе загрузки, если там никакой логики нет, просто нужно с одного места взять и перелить в другое, тогда, конечно, можно, наверное, не париться насчет Я, насколько знаю, информатика работает только внутри информатики, то есть ты должен быть целиком там, чтобы оно имело смысл. А как понять целиком в ней? У нее есть пушдаун, в принципе. Ну вот у тебя есть сервис на, не знаю, использовать Postgres, другой, Tarantle, третий, Mongo, и дальше ты должен доставить эти данные в Snowflake, и, наверное, информатика здесь никак не поможет. Ну, здесь она уже в себя будет забирать, и не будет пушдауна. Да, смотрите, информатика, это ETL-движок, который экстракт, внутри себя трансформ, load, но это старый движок, он реально, это старая, очень дорогая система, очень дорогая, очень старая, и она сейчас не входит в Modern Data Stake, она сейчас фактически выпала, потому что сейчас все, что делает информатика, сейчас делают огромное количество инструментов типа Airflow, Airbyte, FiveTran, сколько угодно, их огромное количество, которых ты берешь, просто куча из них еще open-source, ты их берешь, ставишь, они фактически еще делают, ты их ставишь, они отсюда берут, сюда вставляют, причем практически все они работают уже не ETL, Extract, Transform, Load, они работают Extract, Load, а трансформы делаются уже оркестрацией внутри базы. Да, трансформы обычно уже на стороне DWH сейчас происходят. Опять же, разные кейсы бывают, ты можешь делать трансформ, если ты делаешь какой-нибудь стриминг до вставки в DWH, но если говорить про классические такие pipeline именно загрузки, то да, ты экстрактишь через CDC ты экстрактишь через какие-то там JDBC коннекторы ты экстрактишь через pushdown и какие-то через push и в кавку напрямую через те же самые five-trun интеграции, которые ты с понятия не имеешь, даже как работают, просто их покупаешь. И все это сливается в единый какой-нибудь лендинг tables в raw layer в Snowflake, и дальше ты уже начинаешь через DBT или через что-то еще раскладывать это, трансформировать, очищать, контролировать качество данных уже на staging уровне. Почему? Но это все работает типа с миллионом кусочков, и они в разных местах ломаются, они с разными системами по-разному работают, разработчики должны выучить как и с сегментом, типа взаимодействовать с кавкой, и потом еще с DBT, возможно, еще с каким-нибудь инструментом, то есть на самом деле это не... оно все как бы решается, но довольно-таки неуклюже. Пока. Почему раньше делали экстракт transform load? Потому что места в базе было мало, его экономили, поэтому вы что-то извлекли в воздухе, потрансформировали и вставили уже очищенные. А сейчас задачу разложили на две половинки. так как базы все стали безлимитные, типа Snowflake и прочее, BigQuery и прочее, то у тебя есть, во-первых, тебе нужен компонентик, который просто механически будет перекидывать данные без трансформации, то есть экстракт load, экстракт load. Это может делать 5-тран, r-by, куча вариантов для разных коннекторов. То есть просто механически перекладывать. А уже внутри своей целевой базы ты можешь делать трансформы, для этого хорошо подходит, например, DBT, или можно просто на самом деле просто трансформации писать SQL-ом, дергать их по крону через Python. Как лавито делали очень много лет. Получается, ETL вытеснен ELT, да? Сейчас практически все перешли на ELT. Ну, также, в принципе, можно даже логику хранить в том же ETL-инструменте и уже далее после того, как залил данные в DWH, там уже просто пушдауном его выполнить. Даже если мы не хотим хранить хранимки, чтобы было удобно навигация и мониторинг всей логики в одном месте. Да, весь код должен быть в GT. Никаких кодов базы, никаких хранимых процедур. Это все устарело много лет назад. Сейчас это все чисто, ну вот, DevOps практики и развитие хранилища. Все в GT, все SQL-операции в репозитории лежат через партиционирование, DBT какой-нибудь или собственный код, питомский код для оркестрации, который просто эти код трансформации, он их по списку, по зависимости просто вот так дергай, 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 данные трансформируются и, соответственно, у вас получается DWH as a code. Все в коде, все очень удобно. Чистенько, красивенько. Никакой больше необходимости, как раньше, влезать в интерфейс и искать, где там галочку нажать и где там кнопочку нажать, чтобы процесс работал немножко по-другому. Сейчас все в коде. Самый простой, если нужно конкретное решение, дженерик, то я бы начал с Airflow плюс Airbyte плюс DBT. И дальше, соответственно, все это в DWH сливается. И в DBT это точно так же по лэйрам менеджится. В DWH это менеджится DBT по лэйрам дальше. Всего три компонентика вместе подружить и все. Да, но из них два, по крайней мере, более-менее нативно дружат между собой. Да, они достаточно хорошо все работают и опять же для быстрого старта это прям суперкрупо. Вот. По поводу обзормобилити мне кажется, у нас уже не будет времени. DevOps практик, точнее, да, я просто хотел сказать, что там не только, вообще, в сторону обзормобилити довольно-таки много чего в последнее время было сделано. Мы, да, говорим про хранение всего кода в GTA через DBT и там практики с написанием тестов и всего такого. Но сейчас еще есть, не знаю, наверное, самая известная штука это Монте-Карло, которая позволяет по сути заниматься, у них есть такая концепция как Data Downtime и они говорят про то же самое, что данный это продукт и что ты должен с ними работать как с продуктом, в том числе ты должен обеспечивать минимальный downtime в случае данных, это обеспечивается тем, что ты знаешь, что нет аномалий в данных или если они есть, то быстро на них реагируешь. Если что-то происходит, ты можешь всегда задебажить проблему, у тебя есть линия, которая поплывает всю твою систему. Здесь как раз отличие, от DBT, что ты, в DBT у тебя есть линия, но он живет на уровне Snowflake, а дальше ты его как бы теряешь и дальше что у тебя там происходит в Tableau или в другую сторону сервиса или Kafka, ты уже не знаешь, что происходит. В информатике, например, в этом плане как раз она superior, потому что у тебя нормальные линии на всю систему распространяющиеся. То есть такие штуки тоже начинают появляться потихоньку в последнее время и вот эта вот вся data mesh данные как продукт идеи, она развивается в том числе обрастанием DevOps-практиками применимыми к данным и к тому, что ты с ними работаешь в GTA, ты с ними работаешь с мониторингами, ты с ними работаешь с anomaly detection с триггерами, alertами и всем тем, что ты работаешь с обычными аппликейшнами. Да, observability это последняя часть, которую все начинают очень хотеть, когда у них на основании их классного отчета, который они с помпой выкатили, кто-нибудь принял решение, оказалось, что оно неправильное и возникает вопрос, кому открутить голову, вот, и тут observability может очень помочь. Можно последний вопрос? Последний вопрос, были ли у тебя какие-то на практике кейсы, где необязательно в Avito, я даже не знаю про Avito, есть ли у нас там такое или нет, была имплементация observability внутри компании, потому что я на это все посмотрел, мне очень хотелось сразу купить Monte Carlo, потому что не хотелось с этим возиться, там довольно таки много нюансов. В Avito было, вот это ДВХ частично эту задачу решало, и в Avito в самой структуре ДВХ там про каждую строчку была Source система. Что интересно, в Моничате мы ее, изначально я вот эту тему Source систему я ее не стал делать, но Source система это только линия, что это часть, да, линия, общий граф, ну, скорее нет. Ну, потому что сейчас это воспринимается не как главная проблема, ну, возможно, мы как-нибудь к этому придем. Значит, у Tool of типа Monte Carlo прям отличная способность продаваться, потому что обычно у дата-инженеров в моей практике мало руки доходят, или обычно доходят, но они покрывают не все кейсы. понимаешь, а как бы они подходят, они, это отличная штука, если ты, ну, как бы, если у тебя денег хватает, самостоятельно купить. Понимаешь, тут вопрос, что ее должен купить не ты, хорошему, я должен купить менеджмент, тебе нужно менеджмент продать. А вот тут начинается проблема, там вопрос, а нужно ли нам вообще платформа, нужно ли нам вообще... Да, но это мы опять приходим к... начало success story, почему нам нужно овнуршив на данные, зачем нам эти данные вообще нужны и типа... Да, то есть, это как вишенка на торте, которая еще вот поверх этого, вот так, если и вы, вы и в этом убедили, теперь можете обзервабилити продать, но это прямо как бы, когда человек хочет продать обзервабилити, просто еще не продав дата из-за платформ, ему вначале сказать, друг, ты доживи сначала, а потом продавай. Да, да, это все очень, тебе должно быть последовательно, обзервабилити скорее, я не знаю насчет последнего лэйра, потому что он как бы на релайабилити всей системы влияет очень сильно, но где-то в серединке надо думать уже про него. Ну вот, да, вопрос там, спрашивают, у кого-нибудь есть и дебюти использовал внутри компании. Ну, я вот некоторым клиентам, с которым я работаю, я им предлагал дебюти, в маничате мы, конечно, не используем, но просто руками собираем. Мы в смарт-те используем. Ну, смарт-те, я реально много компаний, дебюти, он реально как кирпич простой просто, его все любят. Да, отличная штука, да, очень мне нравится. Вот, ладненько, давайте помаленьку сворачиваться. Мы успели вначале про дата и платформ продискутировать, обсудить вообще, почему нас сейчас никто не любит и как сделать, чтобы нас это любили, дата инжиниринг и всю эту тему. Мы вышли на тему гибридных баз и технических ограничений. По-моему, достаточно весело, интересно поэта поразгоняли, про лямбда архитектуру и так далее. И в конце даже про ИТЭЛи успели поговорить. По-моему, очень классный. И даже в обзервах берите, занырнули, вот какие мы крутые. Вот, соответственно, спасибо Анатолий, спасибо Евгении, спасибо МОНС и Григорию, спасибо. В общем, отлично, по-моему, посидели. Спасибо, Колин, кто пришел. Если что, пишите вопросы и так далее, если кого-то будет еще какие-нибудь тем. Все, давайте, всем пока. Пока, хорошего вечера. Хорошо вечером.